Я думаю, что, может быть, не все присутствующие знают докладчиков. Это Севолон Орловский, наш выпускник, не помню уже такого года, наверное, 2006 года, который работает в ЭТЭФе, занимается, если так широко сформулируя, физикоэлектронных частиц. И на самом деле эта область, как я понимаю, в последние годы переживает определенные возрождения, связанные в частности с тем, что на новых установках, в том числе на Большом Адроме Холайдере, возникает возможность проверить те гипотезы, которые в течение десятков лет были за пределами экспериментальных проверок. И поэтому создавалось такое умножение теорий, когда вы можете одни и те же наблюдательные факты, уже известные, разным образом описывать, а там, где теория расходится, вы не можете ничего померить, поэтому непонятно, куда теория элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий вообще должно дальше развиваться. И вот в этом месте определенный оптимизм последнего времени как раз связан с тем, что есть новая экспериментальная возможность. Я не знаю, правильно ли я изложил то, о чем вы будете рассказывать, но во всяком случае вы более-менее в этой области, да? Ну да, вообще, когда мне предложили рассказать что-то из своей области исследований каким-то языком доступным для третьего курса и с каким-то общеобразовательным элементом, я так немножко и забыл, и в результате понял, что вообще, видимо, придется рассказывать то, чем я непосредственно не занимаюсь, потому что физика, она, частица, она действительно очень небольшая область. Вот, и что я могу так достаточно популярно рассказать, тем я прямом не занимаюсь, и, может быть, я не на все ваши вопросы смогу ответить, но это как бы не повод это не задавать, тем не менее. То есть, если вам что-то будет непонятно, вы сразу для этого не спрашиваете, может быть, я, по крайней мере, смогу дать какую-нибудь ссылку на то, где ты можешь читать. Вот, а сам доклад, он состоит из двух таких частей, непосредственно логически, казалось бы, не связанных, но тем не менее, как бы, обе, как ни странно описываются вот эти заголовки. Первое относится к тому, что оно называется полиом Хигса, бозоном Хигса, поскольку об этом, как бы, говорят все, там, начиная со средств массовой информации, заканчивая международным конференцем, я решил, что, в принципе, было бы неплохо вам ну, что-то об этом знать, как бы, на более высоком уровне, чем средства массовой информации. Вот, поэтому... Вот, а вторая часть, она... Да, и первая часть, она такая более... такого образовательного храшера. Вторая часть, она такая более общая, и вот, посвящена именно таким вот общим проблемам стандартной модели. Вот, Сергей Васильевич говорил, что там много, как бы, разных теорий, много моделей можно написать, в принципе. Но вот есть такая единая стандартная модель, в которую укладывается большинство, ну, практически все экспериментальные факты. Ну, для начала я просто скажу, что такое стандартная модель, с чем она имеет дело, ну, во-первых, вот, как бы, с такой экспериментальной стороны, значит, она описывает частицы, которые... и взаимодействие, которые есть между ними. Значит, вот, если вы посмотрите на такую диаграмму, и есть вот, левая часть, это вот частицы, вот этот блок, они разбиваются на две группы. Это лептоны и кварки. Вот, нижняя часть от лептоны, вот это кварки. Если смотреть так вот слева направо, а не сверху вниз, то они состоят из трех поколений, которые имеют похожие квантовые числа, но с ними замечаются по своим массам. Ну, и частиц, в принципе, как видите, не так много вообще в природе, но вот в быту, что называется, то есть, все, что мы видим вокруг себя, их еще меньше. То есть, это вот только вот Q, D, кварк и электроны. То есть, в общем, все, что мы видим, это состоит из них, из этих частиц материи. И есть взаимодействие, которое между ними существует, и соответствуют частицы векторные, которые переносят эти взаимодействия. Ну, про то, как вы все знаете, и он соответствует электромагнитным взаимодействиям. Другальческий саблеон, тоже векторные двумастые частицы, их начально, которые соответствуют сильным взаимодействиям. И еще есть два переносчика взаимодействия, это массивные векторные вазоны, ZW, они отвечают слабым взаимодействиям. Если говорить о частицах, то вот эти вот электронные нейтрины, они практически безмассованы, во-первых, они не имеют заряда, они участвуют только в слабых взаимодействиях. Вот электрон, ну, вы знаете, что он участвует не только в слабых, но и в электромагнитных еще. А квартки, они принимают участие во всех взаимодействиях, то есть и в электромагнитных, и в сильных, и в слабых. Кроме этого, есть еще частица, которая называется базона Хинса, но вот это относится, в общем-то, к заголовку, к презентации, то есть это то, что пока, можно сказать, не достается стандартной модели. То есть до сих пор экспериментально и обнаружено не было. Есть еще четвертое взаимодействие, гравитационное, в которое стандартной модели не описывается, но, как бы, подразумеваясь, что она везде есть, но в то же время она настолько слаба по сравнению со всеми остальными взаимодействиями, что им можно принимать в какую-то взаимодействие. Вопрос. Когда вот эту штуку рисуют, вот эти справа переносители взаимодействия, их были в таком виде лисую, просто чтобы квадрат кучилось, 4 на 4, просто и консанты, то есть это не было смысла нет. У меня тоже и так расплавлены. Ну, скорее всего. Ну, я как бы не справился с создателями, я даже не знаю, что она беру в виду, но, скорее всего, очень сильный смысл. А вот при этом три поколения, они как-то ассоциируют с первого поколения, с первого поколения кварков и так далее? То есть там-там три поколения, и как они как-то связаны? Ну, такой непосредственно связи, наверное, все-таки нету, потому что они все-таки по-разному взаимодействуют. То есть лектоны, они не принимают участия в сильном исходном станении. Поэтому... Но тем не менее мы говорим про поколение лектонов и для кварков, да? Да. Да, то есть в каждой группе вязки мы видели это поколение. Мы, наверное, так вот не будет корректно, мы не уверены, но мне кажется, что не будет корректно увеличить вот это вот одно поколение и второе. То есть можно и вкладку, и в фабрикозах приезжать это с этими поколениями. Можно вопрос? Да. Ну, так вопрос. В общем, вот почему это сложный принцип, что слабое демонодействие у нас как бы двумя частицами? Да. То есть вот с носителем мы хотим быть с крепким обмителем, и он будет подводить. А то тут вот затылки у него. Ну, вот и будет. Вот и будет. Ну, просто. Если можно ответить. Просто так получилось. Ну, мне кажется, что в этом смысле стандартная модель, она такая феноменологическая. То есть она описывает то, что и есть. Ну, вот, экспериментально, да, есть вот заряженный W-базон, заряженный W-базон. А не может ли еще вторая частица прежности? Угу. 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 Как пары-то соединяют в основном чего? Почему U и D образуют пару, а они, например, U и S? Они по массе отличаются в своих парах. Там есть законы сохранения, да, есть вполне. У нас есть матрицы смешивания. У и D между собой будут переходить в неподавленную матрицу. У них U и D выключаются в дуплет, там действительно квантовые числа просто разные. У C и D у них заряд в две трети. Что это значит? Ну, это соответствует определенной группе симметрии, так сказать. Ну, я боюсь, что я сейчас беру белье, потому что… Ну, если вы… Там сохраняется странность у вас, да, в какой-то реакции, то это накладывает ограничение на то, что может в ней участвовать, что получается в этом. Ну, вообще, да. Вот, теперь, если говорить с такой более теоретической точки зрения, то можно сказать такую фразу, что стандартная модель – это не Амбелева поливровочная квантовая теория поля. Вот. Ну, вот есть какие-то такие вот стоколные понятия, именно наоборот, как вы себе знакомы? Телепровочные теории. Поля. Телепровочные теории. Телепровочные теории. Ну, действительно, вот, как бы, во-первых, вот теория поля, что это такое, ну, в принципе, у вас у всех было что такое теория поля. Что такое квантовая теория поля, не знаю, было ли у всех, но, по крайней мере, у всех, наверное, будет в каком-то виде, вы это узнаете. И, как бы, чтобы задать теорию полю, нужен какой-то состав полей, я его описал, ну, и из него состоятельный был гранжан. Вот. А два других слова, вот, не амбелевые и калибровочные, а мерные, ну, к другому понятию, которые связаны с очень важным ингредиентом от любой квинской теории, это то, какие симметрии присутствуют у вас, какие есть законы и инвариантности преобразования, относительно которых инвариантами вашей теории. И это очень важная вещь, потому что она приводит к важным средствам. Вы тоже знаете, наверное, что каждая эмбриантность, она отвечает к кому-то закон сохранения. Если вот у вас есть эмбриантность относительно каких-то сдвигов в пространстве, сдвигов во времени, да, у вас будет отсюда уходить закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. Если у вас есть эмбриантность относительно вращения, это будет отвечать за закон сохранения момента импульса. Как бы, что такое калибровочная эмбриантность, в принципе, вы тоже, наверное, знаете, потому что, когда вы проходили электродинамику, вы знаете, что это калибровочная теория, и там есть эмбриантность относительно калибровочных преобразований. И, в принципе, можно так сказать, что калибровочная симметрия – это вот эмбриантность относительно таких неких сдвигов, поворотов, вращений в каком-то внутреннем пространстве теории. Для стандартной модели это внутреннее пространство SU3 на SU2O1. Это относится уже к слову Мябелева. Обычно, когда говорят о каких-то симметриях, преобразования очень удобно использовать язык теории группы. Я не знаю, насколько у вас подробно это было, но, наверное, в курсе какой-то лучшей тематики где-то еще, может быть, упоминалось, что понятие группы и преобразования часто можно описывать как некоторое действие какой-то группы, скажем, вращения. Вращения можно рассматривать в каких-то элементах групп по вращению. То есть у вас там есть два вращения – это будет третье вращение, какое-то есть обратное вращение, где-то есть единичное вращение, там угол 0. И также здесь можно ввести теорию групп и с помощью Мябелева есть группа Мябелева. Соответственно, вот стандартная модель Мябелева – теория, которая группа Симметрии – Мябелева. Потом еще вы можете спросить, в принципе, вот я говорил о каких частицах взаимодействия, с какими частицами взаимодействия имеют дело стандартной модели. Вы можете спросить, а почему это в квантовой теории поля? В квантовой теории поля есть соответствие между полями и частицами. То есть если вы изучаете малое возбуждение полей, тем самым вы изучаете спектр частиц. А как вас относятся вот эти три группы преобразований с взаимодействием? Ну вот СУ3 – это отвечает сильным взаимодействием. Это группа Симметрии, вот Кларка. То есть у Кларка три цвета. Соответственно, вот СУ3 – это группа преобразований, которые относятся к сильным взаимодействиям. И СУ1 – она отвечает электронославным взаимодействием. Они объединяются более честно. В результате у нас У1, там она, правда, еще нарушается, там спонтанно. У1 – она описывает электродинамику. В общем, СУ2, в смысле, отвечает слабым взаимодействием. Ну, для начала надо начать, конечно, с каких-то примеров. Вам, наверное, знакомых. Ну, вот какие, вы знаете, примеры полезших? Электромагнитное поле. Электромагнитное поле, которое вы, в общем, наверное, не встречали со школьных лет. И вы знаете, что вот у вас оно характеризуется таким электромагнитным салом. Из него вы можете составить тензор напряженности. Первый минимум антисимметричный. А из этого тензор напряженности может составить действие. Ну, опять же, что Логерншан действует для основных базовых элементов теории. После этого вы можете проварировать действие там полевой переменной и получить уравнение движения. Ну, в смысле, уравнение на поле. В данном случае это будет уравнение Максвелла с нулевой просто правой частью. Это уравнение, если мы говорим о электромагнитном поле в пустоте. Здесь же можно ввести понятие коллеговочной инвариантности. То, что уже наверняка знакомое, то есть инвариантность физических величин относительно калибровочных преобразований такого вида. Вообще есть разные преобразования. Есть преобразования глобальные, а есть калибровочные. Глобальные преобразования те, которые не зависят от точки пространства. Калибровочные, которые явным образом зависят от координат. Калибровочная функция альфа от х, она зависит от координат. Ну и видно, что если вы подставите это преобразованное поле в тензор напряженности электромагнитного поля, он никак не поменяется. И все физические величины, соответственно, тоже. Уравнения движения поменяются. Электромагнитное поле это самый знакомый пример, но он не самый простой, так скажем. Потому что электромагнитное поле, оно отписывается четырехмерным вектором. Простейший случай будет это, когда у вас только есть одна функция. То есть у вас поле скалярное. Вот можно рассмотреть скалярное поле и пытаться построить логгенджаму, то есть это функция. Причем построить просто исходя из каких-то общих требований. То есть мы хотим, чтобы он был вовремен скалярным. Пространство независимо явным образом от координат, чтобы уравнение движения было не выше второго порядка. И поначалу, допустим, будем требовать, чтобы уравнение движения были линейные, чтобы там не было взаимодействия в поле. Да, еще, кстати, надо сказать, что удобно пользоваться системой единиц, которой постоянная платка скорость света равна единице. Тогда у нас будет только один размерный параметр. В смысле, одна размерность, в общем, размерность массы. Все остальные будут через нее выражаться. То есть размерность длины, времени, это будет просто размерность обратной массы. Размерность энергии, это будет размерность массы самой, скорость она будет безразмерная, действие безразмерное и так далее. А потом, если как бы интересно, можно уже потом восстановить все эти постоянные планы, скорость света уже нескольким ответить. Вот. И я вот сейчас и в некоторых дальнейших случаях не буду загромождать формулы и стараться, и какие-то утверждения будут, не будут строго так вот прям выявить и напоследовать. Но вот можно показать, что вот такой вид действия, он является довольно таким самым общим. Ну и другие члены, если вы придумаете, они, скорее всего, будут к этому сводиться. То есть это вот деми-фи, производная от поля, фи-четырехмерная в квадрате, это у нас с колядкой, плюс еще квадрат поля. И перед ним мы ввели какой-то параметр, м назовем его, просто для того, чтобы размерности двух членов совпадали. Дальше мы опять варенируем действия у полевой перемены и получаем уравнение на это поле. Оно называется уравнение Клемен-Гардан, вы, наверное, его знаете, если у вас теория поля была. Вот. Мы можем найти общее решение. Вот. Разложить по плоским волнам, подставить туда и получить вот закон дисперсии. Тут мы можем вот вспомнить, что в теории поля поля, соответственно, частицы. Да, и здесь очень похоже как раз на соотношение между энергиями и импульсами частиц. То есть хоноль – нулевая компонент, где импульс – это энергия, трехмерный – это импульс. Соответственно, мы можем сказать, что m – это на самом деле масса частиц. То есть вот этот параметр, который мы ввели, это масса частиц или масса поля. Дальше мы можем чуть-чуть усложнить себе жизнь и рассмотреть комплексное скалярное поле. Дальше я просто буду… Вот сейчас я рассматриваю какие-то виды полей, которые так или иначе будут потом нам нужны. Вот. Стандартные модели, они будут присутствовать. Вот. Залез нужный… Ну, познакомимся каким-то образом. Значит, здесь мы, как обычно, поступаем, считаем… То есть вот Лагранжан, он очень похожий. Фактически такой же. То есть мы просто взяли там комплектное сопряжение, чтобы это было действительно величиной. Тот же самый – производный, масса ключевая. Обычно считают независимыми финификса звездой, варьируют по ним отдельно и получают вот два уравнения. Книгардон и финификса звезды. Ну, дальше опять можно написать там вообще решение, получить. На самом деле это, как несложно видеть, вот такой Лагранжан и вообще комплексные скалярные поли, оно просто эквивалентно в паре вот таких действительных полей. Вот если мы запишем фи как фи-1 плюс фи-2, то есть череновещественную минимумную часть, то Лагранжан – это будет просто вот два куска одинаковых, которые отвечают просто двум действительным скалярным полям. В общем, одно тоже в паре, в комплексных скалярных делаешь и все. Одно в то же паре. Ну да. Ну, одно получается варьирование по фи, а другое по общей социальности. Ну да, ну как бы. Почему они? Почему это два отдельных пара? Ну, потому что… Если я там множил, а минус один, это же не станет… Это не мига зависит от сопряжения, это… Ну, поскольку это одно и то же. Да, да. Ну, вот, например, там разным полям будут общаться различными. Если мы рассматриваем действительный поле, вот, например, вот действительный поле, будет отвечать там нейтральный помизон. А если будет рассматривать комплексное поле, то это будет заряженный помизон. Соответственно, какие-то различия будут, может быть, если мы не можем найти там взаимодействие, ну, в принципе, да. Одно получается варьирование по массе выходит. Может быть, в этом, да? Какая-то. Вроде как, за параметик масса, по-моему, стоит. Потому что на воздействии… Разные свойства частицы… Нет, разные свойства, у меня нет, у нас разные свойства особо не разница. Нет, ты говоришь, вот разные частицы, а почему они будут разные? Разные свойства проявятся, когда они будут взаимодействовать к магнитным, и там появятся члены, которые содержат заряд. Пока они свободные, как бы, они друг от друга не завязывают. Как вы думаете? Вот. И, как я не могу, как я говорю, они даже выражаются просто через два действительных поля. И, в общем, вы можете спросить, а зачем я тогда об этом говорю, если мы можем просто написать два лагеринжан, но действительных поля. Но, оказывается, здесь есть много элементов. Есть вот такая инвариантность относительно глобальных преобразований. Глобальных, которые не зависят от координат. То есть мы можем вот это поле комплексное сдвинуть, повернуть на некоторую постоянную фазу альфа. Соответственно, вот и со звездой повернуть на фазу минус альфа. Этот фазовый фактор из этих двух слагаемых уйдет, лагеринжан не изменится. Соответственно, уравнение движения не изменится. И, как я говорил, вот инвариантность относительно глобальных преобразований, она соответствует закону сохранения. И вот здесь вот это будет отличаться от сохранения вот такого вот тока. То есть четырехмерная дивергенция равна нулю. Соответственно, будет сохраняться соответствующий ему заряд, от интеграла нулевой компонента, производный от времени заряда, равна нулю. И вообще это такое общее утверждение, которое носит название теоремы Нёта, что инвариантность относительно глобальных преобразований она соответствует сохранению определенного тока. И эта даже теорема, она позволяет, ну, просто в явном виде этот ток просто написать через лагеринжан. Ну и еще один вид полей – это массивное электронное поле. То есть здесь, в общем, все то же самое, что мы писали для электродинамики, но плюс еще появляется вот этот квадрат поля с массой, который просто является массовым членом. Тензор напряженности – это то же самое, как в электродинамике. Уравнения поля получаются вот такие после варьирования. Ну или вот они эквивалент такой системы, то есть каждая компонент векторного поля удовлетворяет уравнение клеем-гардона. И плюс еще одно уравнение, вот то, что четырехмерная диверсенция равна нулю. Но тут надо обратить внимание на то, что вот когда мы ввели массовый член, мы потеряли калибровочную инвариантность. То есть если вы произведете такое калибровочное преобразование, где альфа зависит от х, вы увидите, что массовый член невероятно относительно калибровочных преобразований. То есть массивное векторное поле – это теория с ним, это не калибровочная теория. Следующий шаг – это введение взаимодействия между полей. Если вот когда поля независимые, когда они не взаимодействуют друг с другом, это, в общем, такая ситуация малоинтересная, а интересно, когда они друг с другом взаимодействуют. Опять же, самый первый пример, самый простейший – это когда просто скалярное поле взаимодействуют само с собой. Вот мы просто записываем потенциал взаимодействия, в нем есть массовый член, известный уже нам предыдущим слайдом, и есть какие-то члены взаимодействия, со своим константным взаимодействием. Мы опять можем проварьировать, написать уравнение поля. Если мы изучаем малые возбуждения, мы можем этим нелинейными членами принимлечь, и тогда мы возвращаемся просто к нашему обычному исходной теории для массивного скалярного поля. Дальше в следующий порядок мы сеть уже выборочные члены нужно как-то учитывать, как именно взаимодействие поля и друг с другом. Еще один пример – это взаимодействие электромагнитного поля с другими полями. Когда вы изучали теорию поля, вы проводили взаимодействие электромагнитного поля с вектором плотности тока. Он у вас неким таким внешним образом, наверное, входил, то есть он просто добавлялся в такое вот слагаемое действие, где амю – это 4 вектор, который описывает электромагнитное поле, а ажимю – это вектор плотности. Нулевая компонента – это заряд, а пространственный компонент – это тот самый плотный сток, который через малая, через поезд, через как-нибудь рожаться. То есть он входил неким внешним образом. И в результате, после варьирования, вы получали уравнение Максвелла с правой частью, на левой, куда входили вот эти зарядные токи. Теперь нам интересно посмотреть, как вообще электромагнитное поле взаимодействует не с внешним током, а именно с другими полями. Вот, например, как оно взаимодействует со скалярным полем. Ну, давайте запишем действие. Вот, мы пишем сначала первый кусок, который отвечает скалярному полю, который я уже выписывал. Вот, часть церкви меню, которая отвечает электромагнитному полю, который я тоже уже выписывал, когда говорил о электромагнитном поле. И в принципе, по аналогии вот с тем, что было только что написано, еще хочется добавить какое-то слагаемое, которое учитывает взаимодействие. Вот, первые три слагания механизмы взаимодействия ничего не знают, каждый знает только о самом себе. Вот, но пока мы как бы вот эту логику отложим и не будем ничего добавлять, для начала попросим калибровочный вариант. То есть, вот, мы знаем, что у нас электродинамика, это теория калибровочного варианта. И мы, скажем, что бы вот, потребуем, что бы вот у нас была тоже такая калибровочная варианта относительно таких преобразований, чтобы поле Фи преобразовывалось определенным образом таким, и калибровочное поле А, то есть, вот это электромагнитное поле, тоже вот знакомым образом преобразовывалось. И что мы тут видим? Что вот третий член, он калибровочный вариант, это мы знаем, да, электродинамика у нас вот, она инвариантна относительно таких взаимодействий. Второй член, вот, с массой Фи, он тоже инвариантен, потому что вот эта фаза, она просто сократится в Фи, и в соответствии с этой фазой. А вот первый член, он будет не инвариантен, потому что там будет производная, ну, там, входит производная, а там, по адрес, они, в общем, нам будут мешать нашей спокойной жизни. Вот. И тут такая логика, что мы говорим, хорошо бы нам внести вот эту вариантную производную, некий такой вот, вместо вот этой производной обычной, записать какой-то другой оператор, который преобразуется удобным для нас способом, чтобы он при калибровочных преобразованиях вот переходил в сам себя и умножался еще на некоторый вот, вот на тот самый фазовый фактор, который будет сокращаться, когда мы будем рассматривать преобразование Деми-Фи, вариантное, над Деми-Фи со звездой. Тогда вот этот фактор будет уходить, у нас все будет, для прочего, и вариант. Ну и, в общем, несложно убедиться в том, что вот такому оператору удовлетворяет такая вещь. Если мы вот Фи вот сюда и сюда поставим преобразованное поле, если мы вместо Аню поставим опять преобразованное поле, то мы увидим, что вот эта Деми-Фи как раз вот нужными нам свойствами обладает вот этот вариант, так называемый производной. То есть она перейдет сама в себя, доможившись на вот фазовый фактор. И дальше мы можем записать уже калибровочно-вариантные действия, которые мы получили, то есть просто вот заменив обычную производную на квариантную. И тут что мы видим? То есть мы просили калибровочную вариантность, но на самом деле мы получили не только ее, но мы получили еще и взаимодействие по ней. То есть вот в этой вот, в этом втором слагаемом, который входит в вариант на квариуслотное, там содержатся члены типа, например, вот Аню-Фи на Аню-Фи, то есть с четвертого порядка по полям. Тут явно видно, что уже электромагнитное поле взаимодействует с полем скалярным. Вот таким образом мы получили взаимодействие. Ну и дальше мы уже можем варьировать это действие по полям и получать уравнение на поле. Если мы варьируем по полю А, по векторному входу, по электромагнитному входу, мы получаем уравнение Максово. Знакомая правая часть у нас будет вот в таком виде это можно обозначить как ток. Но это ток уже не внешний какой-то, а вот он выражается именно через поля. Прямо так вот? А мы же не закрыли. Если мы варьируем по полю Фи, то мы получаем вот такое обобщение уравнением клееного рода, но только уже с кубриантами проявления. Вот еще вот такой расслог по поводу калигровочных преобразований. Вот мы их вот так записывали, но мы можем записать вот в таком виде. То есть это я просто переписал дословно, просто где вот g от x, это вот это есть степень и альфа от x. Почему вот так удобно записать? Потому что можно сказать, что вот это вот g от x, это на самом деле элемент группы У1. Вы знаете, что такое группа У1? У-у-у-у, понимаете, да? То есть это матрица унитарная, размер 1 на 1, то есть фактически просто комплексные числа по моду равны единице. Ну почему так удобно записать? Потому что сейчас мы хотим это все дело обобщить на другие группы симметрии. То есть у нас вот сейчас была группа У1, она Абелева, да? То есть дни элементов мутируют. Вот. А мы сейчас хотим обобщить не Абелева группа. Вот. И поговорите о том, что такое не Абелева симметрия. Вот. Рассмотрим такой вот пример. У нас теперь есть тоже скалярные поля комплексные, но их теперь две штуки. Вот. Мы для удобства вот в такой столбик запишем. Вот. Опять запишем Лабранжан такой, очень знакомый. То есть тут просто вместо комплексного сопряжения будет эрмитовое сопряжение, потому что тут уже как бы столбики, вектора, матрица будут. Вот. И что у нас здесь есть? Во-первых, у нас есть наша знакомая глобальная эмбриантность относительно вот этой Абелевой группы У1. То есть каждое поле ФИ мы можем повернуть, то есть сейчас я говорю о глобальной эмбриантности, на постоянную фазу вот Альфа, каждое поле ФИ. Ничего не поменяется. Но у нас еще есть другая дворянность, это инвариантность относительно не Абелевой группы СУ2. Что такое СУ2? Вы точно знаете такое? Ну да, то есть это группа у металлых матриц 2 на 2 с единичным детерминатом. Вот преобразования вот такие. То есть ФИ это столбец, Омега это матрица. Если вы подставите эти измененные поля Лабранжан, то у вас везде там вылезут Омега на Омегу крест. И если это равно единице, значит она выпадет, и Лабранжан вернет перенят в сам себя. Теперь следующий шаг, это мы переходим к калибровочной симметрии. То есть симметриям относительно преобразования, которые зависят от точки пространства. То есть мы теперь рассматриваем тот же самый Лабранжан и требуем инвариантности относительно вот таких калибровочных преобразований. Такие же преобразования, но только вот Омега, элемент группы СУ2, она зависит от координат Х. Ну и вы помните, что мы делали, когда вот требовали инвариантности, калибровочной инвариантности в электродинамике, да? мы вводили в вариант непроизводную. Помните, да? Или уже раньше? Вот. И здесь как бы такая же логика. То есть мы хотим перейти к какой-то инвариантной производной, то есть вот эту обычную демью заменить на демью большую, некий оператор, который преобразовался вот таким вот образом при калибровочной преобразовании. И все опять будет хорошо, потому что опять вот первый член он не инвариантен относительно таких, потому что там будет входить производная от Омеги. Но если к вариантной производной преобразуются так, то опять будет вылезать Омега на Омегу КС, которая выпадет, потому что это равно единице. Вот. И тогда мы вводили вот ее в таком виде. Но там мы знали, что у нас есть электромагнитное поле, вот это Омег, оно отвечало просто электромагнитному полю. Здесь мы начинаем с какой-то вот теории скалярных полей. У нас пока еще никаких вот векторных полей у электромагнитного поля нет. То есть мы сейчас его просто вводим вот так вот руками. Наша задача просто понять, что это за поле. То есть мы пока просто требуем, чтобы у нас выполнялось вот это условие. Чтобы у нас был правильный закон преобразования. Это внуждают нас вести поле Омегу, которое теперь, кстати, матрицу. Заметьте, вот Фи – это столбец. Это столбец и Фи – это 1, и Фи – это 2. Значит, Омегу – это будет матрица 2 на 2. Вопрос, как вообще, что такое Омегу, как оно преобразуется, какие значения принимает. Вот. Можно убедиться, что если вы поставите вот такой вот закон преобразования для Омегу, выберите, поставите преобразованное поле Омегу сюда, поставите преобразованное поле Фиа сюда, то вот эта ковыриатная производная она будет преобразовываться в нужный для нас способ. Вот так вот. Ну и для тех, кто знает, вот Омегу на самом деле принимает значение в алгебре Е группы Су-2. То есть это понятно хорошо, если это непонятно, это не очень важно, то есть нам главное вот явно вид преобразования, что Омегу теперь вот преобразуется вот так. То есть это аналог преобразования в электродинамике, такой не Амелев-аналог. То есть тогда у нас просто было равно Омегу плюс там демио-альфа. Сейчас у нас вот если взять, допустим, глобальные преобразования, которые от точки Х не зависят, при глобальных преобразованиях в электродинамике оно просто перенесло само в себя. А здесь оно еще умножается справа и слева на Омегу и Омегу-1. А вот эти симметрии мы исходя из чего? Из жизни на опыт? Как-то симметрии по времени привычной, а симметрия су-2-1 оттуда-сметрия. Ну, в принципе, можно рассматривать разные группы симметрии, важно, какие экспериментальные факты из этого следуют. Если мы построим такой... Сравниваем результаты проверяем, насколько это... В общем, да. То есть, мы можем взять другую калибровочную группу, построить какую-то теорию, ввести поля, взаимодействовать какой-то состав, поля определить, потом посмотреть, какие у нас наблюдаемые данные. Если у нас это совпадет эксперимент, тогда мы можем сказать, ну, вот эта теория подходит. А если нет, тогда, значит, начинаем подумать, как на умение. То есть, условно говоря, когда ты сидел, значит, такой мужик и выписывал там для У-2, например, там что-то выписывал, но им еще и исходил с эксперимент. Тут какого? Адрекия выпишет для СУ. Ну, а вороже, сошвашу. Нет, действительно, были разные теории, то есть, разными группами симметрии. Просто, вот, в результате, как бы, уже неспособной оказалась вот эта модель Ваня Градасалама, которая, вот, в принципе, на СУ. Ваня Градасаламе. Ну, вот, в хорошем задачнике Лайтман-Фрайс по электродинамике, гравитации, там есть просто такая задача, предположить, что электромагнитное поле скалярное. И вы видите его свойства. Можно это сделать, можно получить свойства, убедиться, что это противоречит, тому, что мы наблюдаем. Ну, и дальше, вот, полимбровочный вариант на Ваня Градасаламе вот имеет такой вид, где мы просто заменили вот эту производную на вариантную. Следующий вопрос можно задать, как бы, хорошо бы написать, что Ваня Градасаламе для самого полиомира. То есть, когда мы говорили о электродинамике, у нас уже там был В-лограджан для него, это там Ф-юю в квадрате. Да, и сейчас у нас оно просто появилось из требования, вот инвариантности вот этих преобразований относительно полей-фи возникло в вариантной производной, но для него у нас пока нет вот генетического исчезновения. Вот. И как он выглядит? То есть, если вот, если бы нам удалось записать такой-то энзо-набреженности, который преобразуется к присоединенному представлению, то есть, вот таким образом, то есть, он переходит сам в себя, и умножается на матрицу Омега-Омега-минус первой справа и слева, то тогда вот такая личина, это меню в квадрате и трейс в меню взять, она будет калибровочным вариантом, потому что все эти там Омега-Омега-минус первой, они соберутся и сократятся. Вот. Опять же, по аналогии с электродинамикой, хочется написать, что их меню это там дмю-Омега-минус, дмю-Омега-минус. Но оказывается, этого недостаточно, потому что, когда мы будем смотреть, как величина преобразуется, это меню, то там получится, что там вторые производные сократятся, а первые производные не сократятся. В общем, то есть, надо еще какую-то часть добавить туда, которая нам гарантировала спокойную жизнь. При этом, эта часть должна быть тензором, да, нести два индекса, быть антисимметричной, там, причем там производные не содержать. Хорошим кандидатом оказывается коммутатор этих двух полей. И, действительно, вот такая вот величина F-меню, она вот таким требованием удовлетворяет. в принципе, тоже можете проверить, там, вот, досуги расписать, поставить закон преобразования для поля аню вот в это тензор напряженности и получить то, что и отменю преобразуется вот таким видом. А калибровочный вариант Белгренжан, это будет вот такая величина, где вот введена еще калибровочная константа G. И вот обратите внимание, что в Белгренжане вот в этом есть члены третьего и четвертого порядка по амин. То есть уравнения движения, они нелинейные. Даже вот если другие поля отсутствуют, эти поля, они самодействующие. То есть они как бы уже на самом исходном уровне взаимодействуют друг с другом. Калибровочные поля не Абелевы. Вот. Значит, вот эти вот А и эта матрица 2х2, как я говорил, их можно разложить по генераторам, что называется, с этого врача не знакомо. Если нет, просто можно разложить по некоторому базису в пространстве матриц 2х2. В качестве такой базис можно выбрать матрицу Паули. Вот. Амила это вот такие компоненты. Этих будут полей, их три штуки. И если мы запишем логранжан вот через компоненты, то есть не через матриц 2х2, а через компоненты напряженности, через компоненты полей, то он просто сведется к сумме трех логранжанов, вот, по виду совершенно совпадающих с логранжаном электродинамики. То есть, если мы изучаем малое замущение, какие у нас есть в этой теории, это будет просто три типа поперечных безмассовых полом. Ну, надо сказать, что я сейчас все время говорил о симметрии, но максимальная симметрия не всегда реальность описывает, что в природе чаще всего асимметрия все-таки немножко нарушена, даже бывает немножко, но тем не менее какое-то нарушение может присутствовать, даже вот такое малое нарушение, оно часто соответствует с понятием досадки, то есть если бы не было какое-то нарушение небольшого симметрии, не было бы такой красоты. Ну и кроме того, значит, когда я говорил о симметриях, они все как разумевали какие-то свойства теории, то есть глобальная симметрия, для них была важна, что масса тех компонент полей, которые входят, они одинаковые, что они там вот эти константы лямб, они тоже одинаковые для разных симметриях. Если мы говорим о калибровочных симметриях, то это означало безмассовость калибровочных полей, то есть массивные поля, они калибровочные не варианты. но с другой стороны мы знаем, что у нас я говорил в самом начале, что у нас есть W-Z бозоны, которые массивные. Если мы хотим, чтобы у нас стандартная модель описывалась калибровочной теорией, тогда значит нам нужно придумать какой-то механизм, который эту симметрию будет в каком смысле нарушать. То есть механизм, с помощью которого вот эти бозоны приорбитали масса. На самом деле, как вы увидите, там даже калибровочные варианты, она останется ненарушена, но тем не менее вот эти калибровочные бозоны масса приобретут. Вот, ну и опять я начну с примеров. Посмотрим, что бывает, если вот нарушить глобальную симметрию У-1. То есть глобальную от которой не зависит от координат, вот мы рассмотрим вот такой вот Лагранжан, который мы уже писали для комплексного скалярного поля, и здесь еще есть потенциал взаимодействия этих полей с какой-то константой лямбда. Вот С это некое постоянное, которое мы потом выберем тем значение, которое нам в общем будет удобно, это сейчас пока не важно. И здесь видите есть инвариантность относительно вот таких глобальных У-1 преобразований. Е в степени ги-альфа это элемент группы У-1, у нас есть такая инвариантность. Если мы поменяем все поля, ничего не поменяется. То есть Лагранжан не изменится. Теперь мы хотим изучать возмущение относительно основного состояния. Нам нужно понять, какое состояние основной состояние это состояние, которая минимизирует энергию. Во-первых, это будет фи равной константы, когда на нем керонитический член замолится, потому что приводная константа 0-1, эту константу мы выбираем так, чтобы этот потенциал был минимальным. Если у нас масса m² больше 0, то есть вот здесь стоит именно минус m² больше 0, тогда у нас потенциалом еще есть названия. А теперь давайте положим, что у нас масса квадрат отрицательная, то есть перед m² стоит плюс на самом деле. И тогда у нас потенциал имеет вид такой вот фигуры вращения. Можно представить донышко бутылки или потенциалом мексиканской шляпы или еще есть разные названия. Но и здесь в этом случае у нас φ равно нулю оно не является уже основным состоянием, оно не минимизирует потенциал, там наоборот максимум. А вот минимум у нас находится на вот этой вот кривой. У нас целый ряд такой набор максимум. Вот. И причем если мы говорим об основном состоянии, мы обязаны именно конкретизировать, конкретизировать свой выбор. То есть вот в плантовой механике, если мы рассматриваем, если там допустим две ямы, то там частица может находиться и там, и там. Пунктная задача такая была, где у вас такой с двумя ям потенциал, и она имеет максимум над каждой ямой, и это говорит о том, что она может аннулировать в общем, вот, с какой-то конечной вероятностью. Вот в квантовой теории поля у нас такое невозможно, потому что квантовая теория поля это квантовая механика с бесконечным членом в степени свободы. И у нас эта вероятность аннулирования туда будет входить объем, который, в общем-то, эту вероятность будет замулять фактически. Поэтому, если мы говорим об основном состоянии, то оно единственное в системе. То есть нам нужно раз его сюда его выбрать. Ну, допустим, мы выбрали вот этот минимум на вещественной оси. То есть по осам у нас комплексная плоскость, у нас комплексное поле, это вещественная именемая часть, мы выбрали его здесь. И получается так, что он принча у нас симметричен, а основное состояние нет. То есть оно не вариант наносительного тип преобразования. То есть если мы подействуем этим фразовым фактором, мы перелим какое-то другое основное состояние. поэтому глобальная симметрия один нарушена. Нарушена она называется спонтанной. То есть если бы мы просто ввели там руками какие-то члены, там был гранжан, нарушающий симметрия, называлось бы явно нарушенная симметрия. Здесь она нарушена спонтанно. То есть когда гранжан симметрична, а вот основное состояние казалось несимметричным. Вот. И мы хотим изучать из чего мы шли с того, что мы изучаем возбуждение над основным состоянием. они описываются двумя функциями. Вещественная и мнимая часть. То есть вещественная часть имеет ненулевое вакуумное среднее, вот это феноль. На одним возбуждении это функцияхи. мнимая часть она пик искус и т. И мы подставляем это в логранжан и записываем его в самом нижнем порядке, в квадратичном порядке. Вода мы смотрим, что у нас получается. Вот если вы там все преобразования сделаете, у нас получится вот такой вид. Вот что вы здесь видите, что у нас присутствует. Ну там говорят, в Голстоне нет. Но действительно, то есть вот если вы посмотрите, у нас есть два скалярных поля, причем одно из них массивное, а другое вот, которое минус квадратский квадрат, ну и его масса. А поле ТЭТа не имеет массового члена безмассовая. безмассовая поля называется наоборот Солнцовским бозоном. Есть такая более общая теорема Голстона, которая говорит о том, что спонтанное нарушение глобальной симметрии ведет к возникновению таких безмассовых колярных частей. В общем случае по числу нарушенных генераторов симметрии, если что-то говорить. То есть если вы нарушаете спонтанным образом глобальную симметрию, у вас возникает сказанное безмассовая. Они не любуются? Ну, в физике частиц, например, пенезоны это некоторый пример таких псевдоголстонных частиц. Они с массой? Они с массой, да. То есть если бы масса были равны нулю, у нас была бы такая так называемая материальная симметрия. И в соответствии с ней она нарушается и появляется галстонистический стресс. Но дело в том, что там на уровне лагранджана уже симметрия нарушена малыми массовыми упаковками. Поэтому масса пенезона может быть выражена через массу упаковок массонарушающих членов. Как пример можно привести к пенезону, которые были бы галстовными, если бы масса сквадков были бы равны нулю. Следующий шаг это спонтанное нарушение халибровочной симметрии. То есть вот здесь мы пишем похожий лагранджан, где у нас обычный производный заменян вариант. Это пример Абелева модели. Пока еще все числовые функции. У нас нету никаких матриц. Обычно это динамика, которая на 10 поле. Первый член теоретически потом с кавриантной производной и потенциал столярного поля, где уже выбран знак такой, чтобы потенциал имел такую форму с нитри минимуму. Мы хотим опять найти основное состояние, которое минимизирует энергию. Значит, если Амюн это такой вид имеет, называется чистая калибровка, тогда напряженность поля равна нулю. Если Фи в таком виде, тогда кавриантная производная загнуляется. А Фи ноль константа подбирается так, чтобы минимизировать потенциал. Но мы должны, во-первых, выбрать какой-то один из этих всего набора минимумов, ну и тем более Альфа Атекс это очень калибровочная функция, мы можем подобрать какую угодно. Выберем Альфа равно нулю, тогда основное состояние Фи Атекс это феноль на корень из двух, возбуждение, которое описывается в скалярном поле, это две функции, которые описывают возбуждение действительной части над полем феноль, над значением феноль и мнимой части тут это от Атекс возбуждение, которое для вот этих калибровочных полей, они будут самим этим полем описываться. И опять запишем лагранжан для малых возбуждений в квадратичном порядке. Тут мы видим такую вещь, что у нас возникает некие перекрестные слагаемые, вот в последнем слагаемые у нас возникнет демюфи на амю. Поэтому удобно сделать переобозначение, то есть ввести новые поля так, чтобы лагранжан имел обычный канонический вид, как называется, перекрестных слагаемых в нем не было. Мы введем новое поле такое вот бэмю, вот эту скобочку, которая внизу обозначена за новую поле бэмю. И вот новый лагранжан вот запишется в таком виде. То есть, что у нас здесь есть? Во-первых, мы замечаем, что у векторного поля вот этого В, у него возник массовый член. Вы видите, квадрат поля стоит, это как раз массовая слагаемая. коэффициент перед ним соответствует массе этого векторного поля. Оно было безмассовую, а теперь стало на Си. Потом, во-вторых, поле Трито, то поле, которое описывало возбуждение в немой части, оно не входит в новую лагранжану. У нас входит только поле Хи. То есть, у нас исчезло одно скалярное поле. Третий момент, это у нас есть массивное скалярное поле. Это прямой аналог хиксовского бозона в стандартной модели. Пока мы рассматриваем простейшую модель, то есть, это Абелева калибровочная группа У1, но аналог уже есть на этом уровне. То есть, это скалярное поле с нижним В1. Но, кроме того, еще у нас на самом деле сохраняется скалибровочный вариант. Хотя мы говорим о некотором нарушении спонтанной калибровочной вариантности, на самом деле она не нарушается. То есть, можно проверить, что при калибровочных чеобразованиях поле БМУ переходит само в себя, потому что оно имеет вот такой вид. Поле ХИ тоже переходит само в себя, только сбегается поле ТЕТА, но оно в Абринжан не входит. Вот. Ну и теперь можно перейти уже к реальной действительности, рассмотреть бозонный сектор стандартной модели. То есть, я изначально, если вы заметили, фермионы не рассматривал, я себе и вам уже не простил, потому что фермионы немножко другой подход, он аналогичный, но тем не менее будет посложнее. И мы пока без них обходимся, то есть, мы рассматриваем, что у нас есть в бозонном секторе стандартной модели. У нас есть опять двухкомпонентный, два скалярных комплектных поля, для которых я уже кое-что писал, Фи1 и Фи2, 4 степени свободы. То есть, у нас в каждой компанике есть два действительно пресс-верпа, два СМС-2. И группа калибровочной симметрии стандартной модели, это СУ-2 на О1, если мы опять же забыли про фермионы, потому что там была СУ-3 еще, но она отвечает сильным взаимодействием, парки убрали, которые сильно взаимодействуют, и пока у нас группа симметрии СУ-2 на О1. Что это значит? То есть, у нас есть вот такая вариантность поворот на альфа от х, вот это элемент группы О1. И есть такая вариантность параллельной энергии, то есть, я, к примеру, уже приводил, на самом деле, по-моему, не до глобальной только симметрии, где у нас есть вариантность относительно такого преобразования, где Омега это унитарный матрик с 2 на Том. Ну, и, как вы помните, требования вариантности у нас приводила для них производные замены вариантов и восстановление калибровочных полей. Вот для группы О1 калибровочные поля БМЮ это некий аналог, это еще не электродинамическое поле, это не косом, но это некий аналог вот того калибровочного поля в теории О1 электромагнитного. Вот. И здесь возникает вот три калибровочных поля, если расписывать по компонентам, ну или можно считать, что одно, если считать его за матрицу. Дальше записывается Логранжан теория в таком уже привычном на живом виде, то есть есть кинетический член для калибровочных полей О1, второй член это кинетический член для калибровочных полей В1, потом идет член для с удлиненными производными вариантами поля Фи, потом потенциал для этого поля Фи, которое уже выбрано в том виде, который я приводил, с такой формы с интерьерными максимумами, минимумами. Напряженности полей записываются вот так вот. Я когда писал вам напряженности полей, которые включают ДНЮАЮ минус ДНЮАЮ и плюс коммутатор еще будет. Вот если расписать через компоненты, вот этот коммутатор будет в таком виде. И вот Эпсилум это такие структурные константы руководятся. А для поля БЮ цензор напряженности выглядит знакомым образом, здесь это как в электродинамике это все знакомо. То, что там калибровочный руководитель О1. И ковариантно производная она будет включать оба вида этих полей со своими калибровочными такими константами. Ж и Ж-штрих они будут разные. Ж-штрих это вот аналог, но пока еще не точный, аналог просто заряда в электродинамике. Электричество. Дальше вот я тоже тут некоторое такое скажу белословное вычисление и утверждение, что вот можно подбором калибровки выбрать в качестве основного состояния состояние вот в таком вот виде. То есть Амюла и Бмю равно нулю, Фи равно вот такому столбику, где верхняя компонента ноль, а нижняя постоянная. Вот это постоянное В на корень зву, которое входит в потенциал вот этого В. И причем возбуждение вот в этой калибровке, она называется монетарная калибровка, подбором калибровки мы можем это сделать. Возбуждение будет описываться только одной действительной функцией Хи вот над этим вакуумным состоянием. Вот, ну и дальше мы сделаем те же самые движения, то есть мы хотим записать квадратичным порядком кулагранжан для этих возмущений. Тут тоже удобно ввести новые поля. вот поля комплексные вот W их назовем которые выражаются через компоненты вот этого неабеля калибровочного поля 1 и 2 и Z ню которые выражаются через третью компоненту и B ню и а ню тоже похожие. Вот, и после того, как мы это все ввели, я промежуточные выблотки не привожу, но просто суть в этом, что мы выбираем основное состояние, записываем возбуждение над ним и оставляем квадратичные слагания. То есть вся техника вычисления свойствам к перемножению матрии с 2 на 2, к выбрасыванию слагаемых более высоких ступеней и получаем такого варшиана. Что у нас здесь есть опять? у нас есть массивное комплексное векторное поле W, вот первые два спага вот это напряженности его кинетические члены, вот это квадрат поля, вот это его масса. Масса выражается таким образом через исходные параметры теории. Вот W это вакуумное среднее, это поле Х и Ж, либо очень простые. Есть массивное векторное поле Z с массой MZ, вот это 2 напряженности соответствующие и массивные члены соответствующей массы. Есть векторное поле А, но для него есть только тематический член, у него нету массового члена, и массовое. И есть массивное действительно скалярное поле H с массой N. Вот и тут мы можем сравнить с тем, что у нас есть на эксперименте. Мы говорим, да, действительно, вот у нас есть два дублевых бозона, который заряжен, есть дублевые плюс, дублевые минус, вот это комплексное векторное поле массивное, у нас есть Z-бозон, вот это комплексное поле, в смысле, вещественное, оно, вещественно незаряженное, вещественное массивное поле Z со своей массой какой-то. Кроме того, у нас есть еще векторное поле A, которое безмассовое, то есть у нас есть из фатоне. То есть все, что нам нужно, вот мы получили. Кроме этого, у нас еще есть massivное действительное скалярное поле H с еще некая скалярная частица, которая, в общем, называется бозоном ХИКСа. Что у нас было в начале? У нас в начале было 4 степени свободы для скалярных полей. У нас было 4 действительно скалярных поля. Вот в этом дублете Фи-1, Фи-2 у нас, конечно, было по 2, но я вам не говорил. 4. Осталась только одна. Вот получается, что вот эти вот калибровочные бозоны, они каждые съели по скалярному полю и приобрели себе массу. А те пропали. Если бы у нас была глобальная симметрия, то вот те скалярные поля, они были бы галстоновскими бозонами. А так вот эти вот векторные частицы безмассовые изначально съели этих галстоновских бозонов, приобрели себе массу. Ну вот, дальше уже можно перейти, собственно, к эксперименту. То есть это вот, в общем, вот эта вот скалярная частица – это единственное, чего не достаёт, не доставало пока в стандартной модели с точки зрения эксперимента. То есть все вкладки, все там векторные бозоны были найдены, но до сих пор пока ещё не было обнаружен бозон ХИКСа. И вот я тут привожу графики, которые довольно свежие. Это и весны двух коллабораций, которые работают на LHC. Вот верхние относятся к коллаборации ATLAS. Сейчас там вообще-то есть несколько экспериментов основных. В частности, вот два из них, ATLAS и CMS, они вот именно нацелены на поиск нового частиц, в частности, вот поиск бозона ХИКСа. И вот следующее ограничение. То есть графики вообще по идее одинаковые, только верхние относятся к одной коллаборации, нижней и другой. Правая и левая отличаются тем, что на правом графике изображена малая область левого графика. Вот здесь видишь шкала от 100 до 600, а здесь вот от 100 до 150. Просто увеличенная область. Что здесь отложено? Здесь по оси Х отложена масса бозона ХИКСа, а по оси У отношения и их течение рождения измерены по стандартной модели. Как их можно понимать, эти графики, как их читать? В принципе, вы, наверное, будете встречать, если вы будете интересоваться какими-то новостями по поводу обнаружения, не обнаружения, ограничения на массу бозона ХИКСа, которые слышите и приходят. Значит, вот пунктивная кривая, вокруг которой зеленая и желтая область, это то, что мы ожидаем в стандартной модели. То есть, как бы, что бы мы получили, измеряя сечение рождения, если бы бозона ХИКСа не было. То есть, это такие фоновые события. Вот сплошная черная кривая – это то, что в реальном меряется на эксперименте. Если вот эта сплошная черная кривая находится под единицей, то в этих областях существование бозона ХИКСа вот с такой вот массой, которая по оси ХИКС, оно исключено на уровне 95% достоверности. Я там не буду сейчас углубляться, что какой-то уровень достоверности. Ну, так вот, негативно понятно, что, в общем, с какими-то уровнями достоверности, вот, существование бозона ХИКСа вот в тех областях, где кривая экспериментальная залезла под единицу, там его нет. Если она находится над единицей, но при этом, как бы, на уровне, там, вот этой вот ожидания фонового или даже подней, тогда, в общем, пока еще ничего сказать нельзя. Но если она находится над единицей и при этом, как бы, превышает то, что мы ожидаем в стандартной модели без ХИКСа, то, значит, не можем сказать, что в этой области есть какой-то намек на существование бозона ХИКСа. И вот, если мы посмотрим, вот, такая область, она существует одна, вот, в этой области, ну, для двух лабораций. Вот она в более увеличенном масштабе, вот, на правом графике показана. То есть мы видим, что вот в районе 125, вот, где-то вот, 126, ну, там, немножко отличается буквально, думаю, у вас вот такие вот бампы, которые вырезают и за единицу, и за вот эту область ожидания фоновых событий. То есть обе коллаборации, говорят, ну, это если в цифрах, то вот они исключают, вот, где-то от 127, от 129 и до достаточно больших масс, там, 500, 600, тяжелые ХИКСы, они уже, в общем, малоинтересные, и очень, наиболее интересно, это вот именно с более маленькой массой. Вот, а превышение вот над этим фоновым кубик лабораций видят вот в районе 124, 126 с определенным уровнем значимости, то, что эффективно выражается, то, что в любом подробности. Вот, то есть, и кроме того, что это видит каждая коллаборация, они видят не в одном канале, а это уже комбинированные данные по разным модам распада. И хотя они, в общем-то, об этом выражаются осторожно, так, довольно-таки, то есть, они говорят, что вот еще пока уровень сигнала, уровень достоверности не позволяясь видеть о том, что вот можно говорить о какой-то там открытии частиц. Но, тем не менее, есть намек, что, и, по крайней мере, они говорят сами, что вот в течение ближайшего года, к зиме, либо они достоверно установят существование такой частицы, там, на уровне пяти семей, то есть, вот, как бы, если там значимость больше трех семей, говорят, что вот есть наблюдение. Если больше пяти семей, то говорят об открытии частиц. То есть, либо они установят достоверно, что есть вот действительно вот существует такая частица, либо они будут способны при полученной статистике сказать, что нет, вот это была там флактуация, и в этой области там базовый хикс исключен. То есть, мы, в общем, находимся в ситуации, что вот в течение ближайшего года может быть, в общем, поставлена такая последняя точка в экспериментальном подтверждении стандартной модели. Вот, все предыдущие там несколько десятков лет проводился огромный металлический эксперимент, и все они, в общем, подтверждали правильность стандартной модели, вот, за исключением одного ненастоящего элемента, это вот базовый хикс. И сейчас вот возможно, что его там обнаружат в течение вот этого года. И, казалось бы, после этого, ну, все должны сказать, что замечательно, там, ну, нам больше ничего не нужно, значит, все, полное дружесло науки, все используется экспериментом. Но вот часто, когда физики называют этот сценарий, как, на этом моя сценария, то есть, это сценарий ночного кошмара, то есть, когда обнаружили наилучший базовый хикс, и больше ничего не открыли. И, казалось бы, почему так. Ну, вот, на самом деле, вот, в самой стандартной модели, да. Это вопрос, вот, у каждой из этих двух, соответственно, коллабораций есть там свое значение для этого события. Но ведь то, что и там, и там превышение на одной и той же массе, фактически, уже, само по себе, тоже очень круто. Наверное, тоже, как бы, дают какой-то диет. Ну, пока, то есть, вот, на какой-то, да, лутановка работает. Не правильно? Нет, вот, да, вот, кстати, тоже другой вопрос. Вот это, как бы, обработка одного и того же, или это вообще два совершенно независимых эксперимента? В общем-то, это два совершенно независимых эксперимента. Вот, при меньшей статистике, даже, вот, каким-то год назад... Годный, да, ВИКОК СИГРЕСИК, это вопрос, но и в составном продукте, это неправильно. И, соответственно, в обоих экспериментах... Ну, это было бы странно, потому что, когда, когда, перед тем, как, вот, приступить к продукту каких-то новых, сагнетесь, те, кто очень, там, долго халибруется на разных других уже знакомых фоновых событий, там, рождается на дубль габазона. То есть, вот, вся, вот, когда запустили LHC, в общем, вся, вот, стандартная модель, все экспериментальные данные, которые были открыты до этого, они, в общем, заново переоткрывались, подтверждались, по сути. Там, буквально, там, в первые секунды, там, были, там, построены... Ну, не секунды, там, часы, конечно, построены, там, варианты массы, пимизон, то есть, обнаружили, там, пимизон. Потом начали появляться, там, уже достаточно статистики для того, чтобы найти какие-то, там, более тяжелые частицы, там, и так далее. Вот, ну, и вот, я хотел сказать, что год назад, где-то, там, были, вот, комбинированные данные, то есть, сначала, вот, коллаборация CMS, там, или ADLUS, там, они по отдельности свои результаты поставили. Потом они скомбинировали, получили, там, ну, то есть, на вдвое больше, условно говоря, статистики, какие-то более уже достоверные данные. Просто, вот, я привожу два разных графика, потому что, еще, пока, что нет, вот, именно, вот, результатов, где, вот, в обе коллаборации скомбинировали. Но, да, тогда, если они скомбинируют, представят результаты, значит, вы гораздо лучше. Но, пока, еще, все равно, как бы, статистики недостаточны для того, чтобы сказать, что именно, вот, да, вот, достоверно нам нарушили. Что будет происходить с этими графиками, с набором статистики? Ну, если, ну, а, прям, либо это какая-то статистическая флуктуация, или, да, они, что... Нет, нет, я понимаю, да, я имею в виду вот именно с этими гримами. Ну, ну, наверное, будет либо сглаживаться, ну, вот так, что, икс. Ну, либо сглаживаться, если икс действительно есть, ну, скорее всего, да. Может быть, икс будет более, как бы, выраженным. И, возможно, вот эти области желто-зеленые были более узкими, так что, вот, значит, мне действительно возрастет. Ну, мне так вот сложно вот сходу ответить. То есть, вот, экспериментально. В районе вот между 300 и 400 на верхнем графике вниз опускается кривая, а на нижнем... Да, за 2,7 ухода есть, на эти, уА-2,20. Ну, вот это я не могу прокомментировать. В принципе, это не много. Нет, это не немножко раз. Да, не немножко, да, потому что не меньше 400. Нет, минимум не 400, я же, по-настоящему, 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 по-настоящему. А, кстати, у Сихра, несопадение вот верхней и нижней графиков, вот, экспериментальных, под единицей внизу, это как бы плохо или нет? Я думаю, что нет, потому что, во-первых, методы обработки данных разных. Потом, там могут быть разные каналы расклада, которые используются. Ну, разные. То есть, разные, да, или карты? Ну, тогда минимум. Ну, вообще, на самом деле, это сейчас тут не очень важно, потому что все, наверное, под минимумом за это. А вот, если ты хочешь, то, что ты тоже разные? Да, правильно? То есть, теоретическое, но вот эти кривляни разные, не только экспериментальные, да. Да, ну, нет, вообще, они немножко будут, наверное, разные, потому что это по-настоящему, это как бы фоновые события. По-настоящему, это разные. В разных экспериментах, в общем случае, может быть, раз, чем не нравится. Вот, значит, я остаюсь на том, что, как бы, у стандартной модели есть ряд своих каких-то проблем, таких более глубинного уровня, чем вот сейчас, то, что пока еще не нашли базу Хикс, и что, может быть, у него масса там не совсем такая, как в этом, то есть, вообще, изначально ожидалось, что масса базу Хикс будет чуть-чуть полегче. Вот, ну, это, как бы, такая техническая уже деталь, вот. А есть, такие более глубинные проблемы, и в том числе, экспериментального характера. В частности, вот, факт, что нейтрины являются массивными частицами. Я ничего о фирменных не говорил, но вот, есть вот целое такое направление нейтринной физики. Вот, и есть экспериментальные факты, которые говорят о том, что вот нейтрины, они ассоциируют. То есть, нейтрины одного сорта может только переходить в нейтрины другого сорта. И это возможно только для массовых частиц. То есть, берем стандартную модель, там вот, как бы, электронное число по отдельности, оно сохраняется для каждого поколения, и вот такие ассоциляции невозможны. То есть, это надо как-то вот исходную стандартную модель каким-то образом модифицировать. Вот, например, вот можно записать вот вероятность обнаружения нейтрин другого аромата, вот если вот количественно не говорить. То есть, предположим, у нас два аромата нейтринернистых, электронный и ионный. Вот, и в какой-то начальный момент реймера родилась электронная нейтрина. Вот, и оказывается, что вот на расстоянии там Z, через время T, есть вероятность зафиксировать нейтринок противоположного аромата. Оно будет выражаться вот таким образом, что там будет входить вот угол смешивания, нет, это один-два, и будет входить вот, вот это вот будет Z входит в расстояние, на которое мы смотрим, будет входить омега, это энергия нейтринок, и будет входить вот разность квадратов масс нейтринок. То есть, осцилляться они возможны только вот для массивных нейтринок. Вот, входит туда именно разность квадратов масс. И вообще там, ну, если там вводить три уже типа нейтринок, там будет сложнее, там будут разные умолосмешивания, но вот эти параметры, они достаточно точные, достаточно достоверно померяны. Вообще нейтринок физика – это целое, в общем, направление, там строятся отдельные эксперименты, все это измеряется, но можно много чего обсуждать. А это вы тоже измерили по реакторам нейтринок? Нет, там очень много. То есть, одна иерархия обусловлена там солнечными нейтринок, там дельта М1-2, другая, там реакторными нейтринами, то есть там вот разные совершенно механизмы. Вот, это уже слотка экспериментальных данных, по-разному экспериментам. Есть любые смешивания, есть там вот эта матрица смешивания, там есть своя фаза комплексная, то, что можно измерять, там можно обсуждать, там нейтринок какая-то частица, там, дираковская или аразовская, там, может там есть скорость нейтринок, там, воперет занимать, вот, ну и так далее. Значит, нельзя сказать, все-таки, что нет экспериментов предварительно стандартной модели. Вот, пожалуйста, предварительно стандартной модели, да? Лучше померено. Ну, в каком-то смысле, да. Так, модели не смешивали, да? То есть, это вот, именно, я говорю, что вот о трудностях немножко такого более другого, глубинного характера. То есть, стандартной модели вообще с этим хотел не иметь, так сказать. Ну, почему-то вот это наблюдение модели не приводит к тому, что ее как-то там обобщают, скажем так, стандартной модели. Почему нет? Обобщают. Да, обобщают. Обобщают, но просто изначально. Обобщают за счет вот этого, за счет того, что обсцеляции есть. Ну, в общем, да, вообще. А сколько лет это известно? Общеляции? Да. Ну, 10, 20, что это. Ну, вот, ну, порядка хотя бы, да? Ну, порядка 10, наверное, да. Ну, то есть, больше. Не больше. Ну, это не... То есть, это не такая... Не 40 лет из детства? Нет, не 40 лет. Точно не 40. Ну, и опять же, смотря с какой степени точность к языку. То есть, все эти значения сначала там будут какие-то намеки, может быть, а потом это все более и более достоверно и более точнее промеряется. Все эти... Ну, это правда? Ну, нет. Ну, это лучше. Есть еще ряд астрофизических, например, указаний. Вот есть такой факт, как барионная симметрия Вселенной. То есть, вот, все, что мы видим вокруг себя, это, в общем, все состоит из частиц. То есть, время античастиц мы не видим, но с другой стороны, как бы, в начальный момент Вселенной, ну, и, как бы, там, астрофизические светлые стандартные модели космологические, там, как это все развивалось, в принципе, все должно быть симметрично, более-менее. Вот. И для того, чтобы возникла вот такая вот асимметрия барионная, должны выполняться определенные условия. Ну, в сахарах еще вылил, во-первых, это несохранение барионного числа, потом должно быть нарушение комбинированной черности вот такой зарядовой пространственной, и нарушение термодинамического равновесия. На стандартной модели, во-первых, барионное число сохраняется, хотя там могут быть какие-то непритурбативные по правде. Вот. ЦП-нарушение там есть, но оно весьма мало. Вот эта фаза, там есть, присутствует такая фаза ЦП-нарушающая матрица смешивания квадрата. Она достаточно мала, она недостаточна вот для этого ЦП-нарушения. И нарушение термодинамического равновесия тоже, оно, в некотором смысле, возможно, но, там, при фазовом переходе, вот когда электрославная симметрия нарушается, когда вот Хиггсовское поле приобретает свое неналевое среднее, возможно, но еще неравновесие. Но, опять же, было показано, что оно, возможно, при относительно легких массах базуны Хиггса меньше 50 Г, которые уже экспериментально исключены. Вот. Другой факт – это то, что существует темная материя. То есть, вот на этой диаграмме представлена вот такая плотность энергии Вселенной, которая имеет несколько компонентов. И вот только там 4% – это вот видимая, в общем, светящаяся материя, там, звезды, межзвездный газ и все такое прочее. Вот. Но в 4, точнее, даже в 5, даже больше раз класс в плотность Вселенной дает материя темная, так называемая, которая, не светящаяся материя, которая слабо в взаимодействии с обычным веществом, должны быть стабильные частицы, которые, там, выживают, там, за время существования Вселенной. И, как бы, видно, что в стандартной модели таких частиц, в общем, нет. То есть, все, что мы можем придумать, оно подводит стандартную модель, подводит темную материю и не походит. Вот. И, кроме этого, есть еще ряд таких, так сказать, проблем эстетического, что ли, характера. Во-первых, это проблема вот калибровочной иерархии. Вот каждое взаимодействие, оно вообще характеризуется своим каким-то энергетическим масштабом. Если говорить о сильном взаимодействии, то есть такая константа лямбда-пфд, которая вот задает масштаб сильных взаимодействий, на этом взаимодействии, там, какие-то массы, там, легких подронов, там, через нее, выражаются, и так далее. Вот в электрослабой теории это вот вакуумно-среднее, там, поле хикс, оно, там, 250 г. Это, конечно, там уже в тысячу раз больше, но, тем не менее, как бы, это не такая большая разница. Вот. А если мы составим постоянную, которая отвечает революционным взаимодействием, то это уже будет 10-19 г. То есть это огромная лечена, и, как бы, вот эта проблема иерархии состоит вот в том, что вот эти вот лямбда-пфд и ЭВ, они намного порядков меньше вот этой массы планка. Ну, и встает вопрос, откуда вообще происходит эта иерархия, на которую скандартный модель не отвечает. Потом есть еще такая проблема устойчивости иерархии. Если мы вычисляем массу от бозона Хиггса, то, оказывается, как минимум, есть традиционные поправки, и радиационные поправки, они квадратично расходятся. То есть, ну, они выражаются через какие-то левые интегралы, и мы можем получить конечный ответ, если мы, там, будем интервьюровать не до бесконечности, а в нем какое-то там ультрафиолетовое обрезание. Вот. Тогда ответ будет выражаться через это обрезание вот таким квадратичным образом. И, в принципе, если мы находимся в рамках стандартной модели, у нас, как бы, то есть вот это вот ультрафиолетовое обрезание – это тот масштаб, где ваша теория перестает работать. Но в стандартной модели мы можем придумать только вот какой-то вот этот масштаб, массу планку поставить. Тогда получается, что масса с Хиггсом, или вот масштаб электрослабой теории – это вот какой-то исходный масштаб, неперенормированный, и минус еще вот эти радиационные поправки. И получается, что вот эту вот величину, которая равна вот 250 г, мы получаем через вот сокращение огромных величин. То есть вот этот вот лямблый квадрат, что это 10-19 квадратик, то есть это должна быть какая-то феноменально тонкая подстройка на уровне 10-33, которая, в общем-то, тоже выглядит, как-то ненатурально. Если подойти к этой проблеме с другой немножко стороны, можно сказать, что вот, предположим, вот все эти величины, они порядка вот массы Хиггса. То есть все порядка вот сотен ГФ. То есть и поправки тоже порядка сотен ГФ. И то есть если мы это потребуем, так вот, скажем, у нас нет никакой тонкой подстройки, то вот это вот обрезание, оно будет порядка ТЭВа. И вот это как раз было такой верой определенной для физиков, что вот на ЛХС при тех энергиях, в которой он работает, то как раз начнет проявляться какая-то новая физика. Если вот мы на порядке одного ТЭВа можем это ожидать, то вот как раз вот на ЛХС мы там сразу найдем, сколько-нибудь там, какое-то новое проявление новой физики. Сейчас пока никаких показаний нет. Вот. Третий аспект – это калибровочная пустыня, так называемая. То есть все частицы, которые мы видим, они вот есть до некоторого масштаба вот этой электрослабой теории масс. Более тяжелые частицы, они не могут существовать, потому что там в стандартной модели есть запрет на очень тяжелую массу фермионов, которые вот выше этого масштаба электрослабой теории. Получается, что вот от этого масштаба и до масштаба, который характеризуется постоянной планкой, у нас вообще это как бы ничем не заселено. Только какие-то новые возбуждения, новые частицы могут возникнуть только на несколько порядков. Несколько десятков. У него очень нравится, что написано, что это масса планка соответствует гравитационному взаимодействию. Это скорее масштаб энергетический, по которому как бы объединяются гравитационные взаимодействия с остальными, потому что там уже содержит DG, H, C, насколько я понимаю. Просто из этого можно подумать, что у нас в общей теории гравитации нет, потому что мы таких масштабов не достигаем. Мы же отдельно гравитацию прекрасно описываем. Масса планка – это именно когда у нас гравитация, то есть у нас для механики и так далее. На этих масштабах они объединяются. То есть это не масштаб гравитации, а масштаб объединения. Ну да, может быть это масштаб объединения, но тем не менее проблем остается. То есть вот это объединение, оно осуществляется на каких-то недосекаемых масштабах, вот эта иерархия, она не объясняется тогда в этой модели. А разве у нас гравитация надежно проверена для масс меньше, чем мы? Это же всего 5 грамм, 5 на 10 минус 5. И разве для таких масс? Опять-таки гравитация у нас проверена на массах много больше, чем надежно. На планетах, на спутниках. Как гравитируют элементарные частицы мы толком не знаем. Нет, это действительно немножко связано. Это просто говорит о том, что для элементарных частиц... Массат, мам, еще не нашли реакцию, насколько понимают. То есть для частиц такой массы гравитационное взаимодействие становится порядок остальным. Ну да, да, вот это и мелклитуд, да. Что это не характеристика самого гравитационного взаимодействия, а именно когда они сравниваются. Ну да. Ну да, элементарные частицы у нас такой массы, что вообще не для них, вроде, собственно, есть. Да, ну вот и еще иерархия фермионов масс. Только еще один вопрос. То есть эта иерархия, она действительно существует. Она есть и в массах. То есть если мы выстроим по такой энергетической шкале, мы видим, что очень большой разброс, то есть это начиная от массы электронов, которые там, и до топ-кварт, которые там, 190 г, мы увидим вот эту иерархию. Кроме того, иерархия существует и в смешивании кварт. Вот в квартке они тоже смешиваются, есть матрица смешивания, это как по-билюк Бояшево-Москалу. Вот. И там тоже прослеживаются определенные иерархии. То есть диагональные элементы, у них подавления нет, они там порядка единиц, скажем. Вот эти вот элементы, около диагональные, они имеют некоторое подавление, вот эти вот элементы, они подавлены и еще по сравнению с этими, а вот эти подавлены по сравнению с этими еще. И опять же, вот этот факт в стандартную модель входит просто как монологический факт, то есть он просто описывается, параметризуется, то есть мы измеряем матричные элементы, измеряем массу там ниттонов и их просто выговорим. То есть о причине, возможно, в такой иерархии как бы не говорится. и стандартную модельные элементы. Слушай, а когда мы записываем эти три поколения квалифов, они что записываются не по возрастанию, а не вот так вот, так вот так вот так вот так вот так. Нет? Получается, что у, он легче, чем т, но при этом топ, он больше, чем вот так. Потому что это не в таблице, они наоборот рисованы. То есть на каком, в каком принципу это поколение, вот тут пары, особенно как у верхнего и нижнего? Нет, на ассоции по головной параметке. Хорошо, почему он тогда так рисует? Ну, у верхних зарядов заряд 2.3. А по заряду просто? Ну, например, нет. Вот, и в соответствии с этим возникает огромное количество вот пути и выхода за рамки стандартной модели. Огромное количество теорий, огромное количество предсказаний. Я, конечно, сейчас не смогу описать там просто их буснословное количество и модификации в разных направлениях. Просто такая китка, вот стоит упомянуть. Вот, во-первых, суперсимметричная теория, которая подразумевает наличие определенной симметрии между бозонами и фермионами, то есть частицами с целым спином и с полуцелым спином. Они, наверное, там записываются в единые такие мультиплиеты, там, вот, со своей, там, генераторой, симметрией, там, вот. Они подразумевают существование суперпартнеров. Частиц с квантовыми числами похожими. По идее, если в точной симметрии, они должны обладать той же самой массой, но иметь другой спин. Но в природе мы такого не видим. То есть у нас нет суперпартнеров, для существующих частиц. Поэтому мы припомним к поводу, что если суперпартнеры есть, то она должна быть нарушена. Ну, какие следствия вообще из этих теорий вытекают? Во-первых, это сокращение квадратичных расходимости, если говорить о плюсах, какие они дают кремническую лопу. А оно объясняет стабильность калибровочной иерархии. Все расходящиеся величины, которые описывают поправки к массу ХИХС, они перестают быть расходящимися за счет того, что там происходит сокращение между базонными вкладами и фермионными вкладами. Они входят с разными знаками. Потом, в рамках вот этой теории происходит более точное объединение констант связи на высокоэнергетическом масштабе. Часть теории поля постоянные калибровочные постоянные, они на самом деле не постоянные. Вы, наверное, знаете, что если постоянная тонкая структура, альфа-1-137, она-1-137 на массе электронной. Если вы померите на массе Z-базона, она будет уже в 1-128. Калибровочные константы они эволюционируют. Они зависит от того, на какую энергию вы их измеряете. И стандартные модели, если построить вот эти графики, которые они будут эволюционировать эти разные константы, есть свои константы для сильного взаимодействия, свои константы для слабого взаимодействия, для электромагнитных. Если вы построите, они все будут сходиться при очень больших значениях энергии, но сходиться будут не точно. А в суперсимметричных теориях они фактически скроются в ладную точку в одном масштабе, в большом. Кроме того, в этих теориях существует возможность объяснения не только устойчивости иерархии, но и происхождения. Как возникает именно такое разделение больших масштабов. И еще как плюс, это есть кандидат на роль части с темной материи. Потому что есть суперпартнеры, и если там вот вводится такое квантовое число, как и четность, которая сохраняется, то самый легкий суперпартнер, он должен быть стабильный. Во-первых, он достаточно тяжелый, он стабильный, он слабый взаимодействует с другими частицами, и вот это можно предложить как вот такой кандидат на роль части с темной материи. Но есть, конечно, свои трудности. Во-первых, это некоторый производный механизм нарушения симметрии. То есть, как я говорил, что точной симметрии в природе нет, она должна быть как-то нарушена. Когда вы его пытаетесь нарушить, вы какие-то вводите дополнительные члены, там возникает куча массов, куча параметров, которые вы должны как-то фиксировать, делать какие-то допущения о том, как она нарушена, какой механизм ее нарушения. Вот. Механизм нарушения симметрии будет сильно влияние в языках? Да, конечно. Напрямую. И там вот в суперсимметричных теориях очень существенно то, что вот эти хикс, базоны хиксы и суперсимметричные частицы, они достаточно относительно легкие должны быть. С другой стороны, вот те результаты, которые сейчас получены на новые части, они не только ищут базоны-частицы, они в частности ищут какие-то возможные суперсимметричные частицы. Но пока никаких... То есть они только накладывают ограничения на вот их массы даже. То есть эти ограничения уже довольно существенны. То есть я слышал утверждение такое, что в принципе LHC способна, ну, опять же, вот как с базоном хиксы, ну, правда, не за один год, либо суперсимметрю открыть, либо ее просто сказать, что ее нет. Что вот в простейшем виде оно невозможно. И есть еще другое такое направление, это теория с дополнительными измерениями. Вот, вводится... То есть считается, что у нас не четырехмерная, а есть еще некоторые компактные измерения размера R. И там вот можно вывести такое соотношение, которое... То есть вот есть некие... Вот масса планка 4 плюс дельта мерная, это вот фундаментальные параметры гравитации. 4 плюс дельта мерная. И это вот именно вот параметр, который имеет физический смысл. Вот. А вот масса планка, которая вот там 10-19, который огромный параметр, непонятно откуда берущийся, это некая эффективная величина, четырехмерная, которая относится вот к нашим четырем измерениям, которые вот такого большого физического смысла не имеют. Вот. Ну и там речь идет о том, что вот все частицы взаимодействия, они локализованы вот на некотором таком четырехмерном подмногообразии вот всеобъемлющем вот такой 4 плюс дельта мерного пространства времени. Вот. И на R мы можем наложить ограничения такие, что у нас планка, она будет порядка там 1 от R. Ну вот это опять же вот то, что позволяло там надеяться на то, что на OHC можно обнаружить какую-то там сильную гравитацию на этих масштабах. Ну и опять же предлагают решение проблем калибровочной иерархии, то есть она вот объясняет, может там есть некие иерархии фирменных пластов, в некоторых моделях этого изникает, но опять же есть некоторые трудности. Это вот отсутствие там механизма надежного локализации калибровочных полей. Ну и по сути там еще такая вот проблема в том, что на самом деле вот эта проблема иерархии, она оказывается по сути переформулированной. То есть мы вместо какого-то масштаба массы планка вводим новый масштаб, это вот размер компактных измерений. и по сути как бы непонятно, на чем это лучше. Вот. Есть еще модели составных частиц, так называемые техниц лет, техникал. То есть это то, что подразумевает наличие взаимодействия, похожего на сильные взаимодействия. Вот как вот в сильных взаимодействиях у нас есть вот адроны и кварки. Вот кварки, они в свободном состоянии не наблюдаются. За счет того, что вот так устроено взаимодействие. Наблюдаются только адроны, которые вот состоят из этих кварков. Также предполагается, что вот есть какое-то некоторое полигровочное взаимодействие, похожее вот на сильные взаимодействия, но с другим вот масштабом энергии. И вот на этом масштабе образуются вот некоторые связанные состояния техниадроны, которые, в общем, обычные наши частицы, которые состоят вот из этих техникварков. Ну и вот чинишский бозон, например, вот тогда вот это какой-то будет фермионный конденсат. То есть это составная частица, которая стоит там из двух фермионных полей. Ну, опять же, там что-то нам могут объяснить, ну и опять же, они сталкиваются с какими-то не решаемыми пока техническими трудностями. Но есть еще разные классы моделей, которые вот предлагают разные механизмы нарушения электрославной симметрии. То есть разные механизмы вот для того, чем является Хиггсовский бозон. То есть это там предлагается, что Хиггс — это как компоненты векторного поля, может быть, там какого-то многомерного, скорее всего. потому что если мы вводим векторное поле, то это будет уже, считаем, что одна компонент Хиггсовский, то мы проходим к какому-то нарушению Лоренца-морианности. Если у нас многомерный, мы можем многомерный Лоренца-морианность нарушить, и то, что там четырехмерный останется в порядке. Есть там безхиггсовские модели вообще. Есть те, которые рассматривают бозон Хиггса как с разным состоянием. Вот это вот, что я говорил, но там могут быть более сложные теории, которые включают не только фермионные поля, он может привлекать еще какие-то калибровочные поля в состав бозона Хиггса. Есть такие модели с малым Хиггсом. Есть, в общем, множество разных тоже моделей. Ну, вот я тут нечаясь затронул, но вот хочу сказать, что вот этот спектр проблем, задач, которые стоят в физике частиц, он действительно очень большой. И то есть у каждого из вас есть возможность внести свой вклад в развитие этого направления. Ну что, спасибо. На самом деле большая часть этой презентации дает довольно понятную, я думаю, что ну не все, конечно, поняли, но большую часть поняли. Довольно понятный обзор того, что называют стандартом модуль, да? И это их последняя физическая теория, которая большая, настоящая физическая теория, которая была создана, и это 40 лет, наверное, в этом году ровно 40 лет, да? Плюс-минус год, вот. То есть, на самом деле, после создания большой, после создания вот этой теории электрославного взаимодействия, ничего по существу большого в теоретической физике-то и не было сделано. И вот из этого обзора видно, какого масштаба трудностей перед исследователем стоят, что на самом деле слишком много информации, с одной стороны, а с другой стороны, то та информация, которой она знает или нет, и непонятно, как ее получить. И в этой ситуации происходит вот такое размножение моделей, каких-то расширение стандартной модели. И, ну, судя по тому, что вы рассказывали, по крайней мере, в какой-то степени эксперименты на большом адронном коллайдере, они позволяют бы что-то отсечь. А вот после этого отсечения дальше что будет? Совершенно не понятно. Я правильно. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, тогда на этом вопросе, поскольку уже довольно много времени и такой большой материал, может быть, вопросов и нет.